Посмотрите, какие тонкие пирожки у нас получились. Они могут получиться еще тоньше, если больше раскатать. Пирожки хоть и тонкие, но начинка равномерно распределяется по всему пирожку. Ну а теперь посмотрите, как наши пирожки выглядят в разрезе. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Это не только красиво, но и вкусно. Я уверена, вам обязательно понравится наш сегодняшний рецепт. И вы будете готовить вместе с нами. Если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк. А я покажу, как мы готовили сегодняшние наши пирожки. Поехали! Привет! С вами любимый канал Домашняя Кулинария. И сегодня у нас самый бюджетный, простой, но при этом очень вкусный рецепт. У нас пирожки, которые еще в советские времена готовили на вокзале, на рынке. Это вокзальные, рыночные или школьные пирожки. Готовится просто, получается очень вкусно. Для начала нам надо будет приготовить начинку, это отварить картошку. Если хотите, чтобы картошка отварилась быстро, вот нарезайте просто вот на такие большие кубики. Все это заливайте водой и ставите на газовую плиту вариться. Берем 450-500 граммов картошки, заливаем водой и ждем, пока она приготовится. Мы начнем готовить тесто. Для теста нам понадобится 500 граммов муки, куда я добавляю пол чайной ложки соли, 1 столовая ложка сахара и чайная ложка сверху с хорошей горкой сухих дрожжей. Сахар мы добавляем для подпитки дрожжей. Все это вот так вот руками я перемешиваю и добавляю картофельный отвар. Отвар должен быть температурой нашего тела. На наше количество муки мы добавляем от 250 до 300 миллилитров картофельного отвара. Надо получить мягкое дрожжевое тесто. Все зависит от свойств муки. Я добавляю 300 миллилитров и руками начинаю замес теста. После того, как перемешали все ингредиенты, получается вот такое приятное на ощупь тесто, мы добавляем сюда 2-3 столовые ложки растительного масла. Это приблизительно 20-25 миллилитров. И масло вмешиваем в наше тесто. Сначала тесто будет скользить, но потом все очень хорошо и быстро вмешивается в тесто. Посмотрите, какое красивое тесто у нас получилось. Все это я покрываю салфеткой и оставляю в теплом месте на час-час 10 минут. За это время тесто хорошо отдохнет и обязательно поднимется, увеличится в объеме. За это время можно один или два раза сделать легкую обминку. Можно укутать тесто и оставить на кухонном столе, если ваша кухня теплая. А можно разогреть духовку до температуры 30-40 градусов и оставить на 60-70 минут. Я ставлю в духовку при включенной лампочке, обязательно сделаю обминку. Ну а пока перехожу готовить нашу начинку. Я помяла картошку, а теперь я сюда обязательно должна буду добавить соль. Соль добавляем по вкусу. Добавляю черный перец. Если вы любите приятный сливочный вкус, можете добавить небольшой кусочек сливочного масла. Ну а также вот так вот мелко нарежу небольшой пучок укропа. Нарезанный укроп добавляю к нашей начинке. Все это перемешаю и начинка готова. Ну и все, начинка готова. А теперь мы подождем, пока подойдет наше тесто и будем формировать пирожки. Прошло 40 минут. Вот посмотрите, как выглядит тесто. Вот так оно поднимается и увеличивается в объеме. Я сделаю сейчас легкую обминку. Все соберу вот так вот к центру. И снова оставлю тесто еще на 30 минут. После чего мы будем формировать наши пирожки. И снова закрываю салфеткой и ставлю в духовку с включенной лампочкой еще на 30 минут. После обминки тесто поднимается намного быстрее. А мне хватило 20 минут, чтобы оно вот так вот хорошо поднялось. А теперь я подпыляю стол, а стол я подпыляю крахмалом. И переношу тесто на стол. Сделаю небольшую обминку, собираю вот так все тесто к центру. И начнем делить его на части. Если вы готовите жареные пирожки, будете жарить их на растительном масле, тогда стол желательно смазать растительным маслом или подпылять крахмалом. Это для того, чтобы, так как если вы будете подпылять стол мукой, то мука в масле начинает подгорать. Поэтому я рекомендую формировать пирожки, подсыпая стол крахмалом. Крахмал в масле не подгорает. А теперь мы тесто делим на части. Сначала разделю тесто пополам. Ну и потом каждую половину вот так вот раскатаю в такую колбаску. И разделю на небольшие части. Берем каждую часть, вот так вот собираем все к центру и закатываем вот такие шарики. И аналогично я проделаю со всеми частями нашего теста. Вот такие шарики мы будем закатывать. Ну и вторую часть я тоже вот так вот раскатаю в колбаску и разделю на части. Каждую часть теста закатаю в шарик. Я закончила закатывать шарики, а теперь начинаем формовать пирожки. Берем самый первый шарик, который мы закатали и раскатываем в тонкий пласт. Вот приблизительно в такой круг мы раскатываем диаметром около 10 сантиметров. В середину выкладываем начинку. И будем формовать вот такие вот классические обычные пирожки в виде лодочки. Затем переворачиваем швом вниз. И надо будет раскатать до толщины полсантиметра. Вот такие пирожки у нас должны получиться. На рынках и на вокзале раскатывали их, видимо, для того, чтобы создать видимость вот таких вот больших пирожков. А на самом деле каждый шарик приблизительно от 75 до 80 граммов теста. Вот такие пирожки мы будем формовать. И я продолжаю. Сначала вот так надавливаем. Раскатываем тесто в круглый пласт. В центр выкладываем начинку. И делаем вот такие вот защиты. Затем переворачиваем швом вниз. И надо будет немного раскатать. Вот такие вот пирожки продавали в школе, на рынках и на вокзале. Ну а я продолжаю формировать пирожки. Немного подпыляю стол крахмалом. Пирожки продавали в школе. Ну и вот последний шарик теста. Я уже заканчиваю формировать наши пирожки. После чего ставлю сковородку на газовую плиту. И начинаем их жарить. Ну вот такие красивые пирожки у нас получились. Начинаю жарить пирожки. Вот в сковородке у меня растительное масло. И проверяем температуру масла. Вот так опускаем деревянную ложку. И вокруг ложки должны собираться пузырьки. Я надеюсь вам видно. Пузырьки уже собираются. Значит температура масла достигла до необходимой. И мы начинаем жарить пирожки. Вот так вот я опускаю пирожки в масло. Как только у нас пирожки становятся вот такими вот румяными и красивыми, мы достаем их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. И посмотрите каким чистым остается масло. И снова я опускаю пирожки в масло и продолжаю их жарить. Ну и как только пирожки становятся румяными, я их переворачиваю. Вот посмотрите какие красивые они получаются. Ну вот последний пирожок мы уже заканчиваем жарить. И я вам обязательно покажу, что у меня получилось. Посмотрите какие тонкие пирожки у нас получились. Они могут получиться еще тоньше, если больше раскатать. Пирожки хоть и тонкие, но начинка равномерно распределяется по всему пирожку. Я уверена вам обязательно понравится наш сегодняшний рецепт. И вы будете готовить вместе с нами. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, делитесь рецептами в соц. сетях. Всегда ваша, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!